Всем привет! Меня зовут Таня, я персональный стилист, и это канал о моде и немножечко о моей жизни. Стою немного в странном виде, в кепке и в майке, но я только что приехала за своих покатушек по городу. Мне нужно было съесть в Ашан и зайти на Ламоду. Собственно, на Ламоду я зашла. И сейчас я... Маленькая предыстория. Вчера я начала разбирать свои летние вещи, потому что я не уверена, что я хочу носить эти вещи. И сейчас я меряю все свои пиджаки и мерила куртку, которую заказывала прошлой весной на Алике. И я включила вас для того, чтобы вы вместе со мной примерили оставшиеся пиджаки. От этого пиджака, мне кажется, я никогда не избавлюсь. Это мой брючный костюм отличия. И остается все для пиджака, потому что я не готова ни с чем сегодня расставаться и тимуть пиджаков. У меня на самом деле, как мне кажется, классная коллекция пиджаков. Блин, вот это супер решение. Я очень долго сопротивлялась по поводу коротких крок пиджаков. Мне кажется, это круто. Это идеально. На самом деле, я бы купила себе еще черный. Это, кстати говоря, Zara. Я заказывала его на ВБ уже, когда Initex у нас ушел. Теперь у меня в этом отделении все-то одни пиджаки. И вот тут у меня теперь лежат новые вещи, новые покупки. Коробки, туфли. Это мой костюм на специальную физическую подготовку. Мои кроссовки спортивные. Всем здравствуйте. Тут вообще какой-то бардак непонятный. Ну, а тут весь трикотаж свитера. Ну, и платье там затесалось. Не знаю как, но ему больше нету места. Все толстовки переехали вот в этот отсек. Рассказываю, почему. Я забрала в свою миллиону первую толстовку с ВБ. И они перестали помещаться в тот отдел. Теперь у меня здесь вот так это все выглядит. Как будто бы супермного всего. Вот тут на самом деле убирать нечего. Потому что я это все ношу. Я недавно, кстати, потеряла футболку. Оказалось, что она все это время висела у меня в шкафу. Извините, пожалуйста. Вот тут на самом деле есть несколько вопросов к вот этим шортам, как минимум. Потому что я не помню, чтобы я их носила давно. Недавно, точнее. И эта юбка, я ее уже выложила на продажу. Но она продолжает у меня тут висеть. Вот знаете, я теперь понимаю, что значит сапожник без сапог. У меня мама так всегда говорила, потому что она бухгалтер, который не может сделать нам какие-то бумаги нужные. Я сапожник без сапог в плане своего катеропа. Я сейчас просто смотрю на это все. Я даже не хочу этим заниматься. Футболка висит, которую я хотела убрать миллион лет назад, потому что я ее зимой не ношу. Но она так и продолжает висеть. Уже зима почти закончилась. 26 февраля сегодня. Всем доброе утро. Блин, ну вот эту юбку же я тоже не буду носить. Атласная юбка. Вот еще одна вещь, которую я поняла. Это моя третья, по-моему, атласная юбка, которую я не ношу, но покупаю. Не знаю, не работает это для меня и для моего гардероба. Не мое. Атласные платья, да, супер вообще. Третье уже покупаю и ношу. Но, блин, юбки не знаю. Вот тоже история. Покупала эти челси летом. Хотела себе светлую обувь на зиму. Купила повыше немножко тоже. Полностью черные челси. Ношу их постоянно. Эти надела дважды. Не знаю, ну вот не складываются у нас с ними отношения. То есть они просто у меня, по сути, всю зиму простояли на полочке для красоты. Выставила их на продажу, посмотрю. В любом случае, пока они не продадутся, никуда не денутся. Если я захочу их надеть за это время, просто сниму их с продажи и буду носить тогда. Случилась перетасовка событий. Я, во-первых, переоделась в домашнее. И я скричила себе дораму. Буду смотреть и заниматься своим гардеробом. Всё, я устала. Потом, когда закончу сейчас с... Не смотрите, это у меня аллергия. Разберусь с обувью сейчас. И потом сяду заниматься учёбой. Мне нужно сделать презентацию. И мне нужно видео смонтировать с покупками месяца. Вот так вот. Сейчас уже вечер. Снимаю в такой темноте, потому что сижу за столом, за своим рабочим. И монтирую для вас покупки. Потому что я сняла их, наверное, ещё недели-полторы назад. Но до сих пор не смонтировала. Заказала бабути. Точнее, мой молодой человек заказал мне бабути. Смонтировала уже 8 минут. Осталось монтажа ещё 22 минуты. Я нацелена добить сегодня это видео. Потому что я хочу его загрузить. Мы с вами продолжаем снимать влог. Сегодня 5 марта, по-моему. Я только что закончила снимать находки стилистов. Тут, видите, даже лампа стоит. И сейчас думаю, что сниму, наверное, ещё что-то. Возможно, находки на Вайлбере. Сейчас посижу, полазью. Посмотрю, что есть. Сегодня очень много планов, на самом деле. Очень много работы. Очень много всего нужно сделать. У меня пара с 3 часов. Сейчас 12, по-моему. Мне нужно ещё... Отсниму одно видео. Потом мне нужно сфотографировать образ. Блогерская жизнь. Потом мне нужно встретиться с девушкой. Показать ей сумку. У нас с вами продолжается расхламление. Вон она стоит. Вечером должны ещё приехать померить юбку. В общем, продолжаю расхламление. Очень много вещей. Я недавно чистила гардероб. По-моему, это даже я показывала в этом влоге. Но я не снимала отдельного разбора гардероба. Не было желания. И, кстати говоря, я не знаю. Я не помню, показывала ли я вам вот это. Но мне так понравилось. Я увидела что-то подобное. У блогеров запрещено в социальной сети. Именно вот эту вот штучку. Только с другой надписью. Такую гирлянду. И подумала, что мне надо. Заказала, повесила. И сняла. Вот отсюда картинки. Выглядит-то, конечно, теперь ужасно. Но я думаю, что... Я хотела в этом году покрасить тены. Я хотела это и в прошлом году сделать. Но, видимо, в этом точно придётся. Да и в этом углу я не снимаю. Урчалка. Кс-кс. Сладенький котик. Я вчера читала «Эпоху невинности». Я не помню писательницу, но это классика. Очень красивое издание. Мне понравилось. Я так редко читаю классику в последнее время. Хотя именно с неё я и начинала свою общую знакомство с книгами. Я читала только классику, чтобы вы понимали. А сейчас классики в моей жизни стало, ну, прям очень мало. Я бы сказала, неприлично мало. Но в чём суть? Я дочитала эту «Эпоху невинности». Мне очень понравилось. Вам советую. Взяла себе новую книгу. «Искупление». Слышала на неё не очень однозначные отзывы. Кому-то вообще не зашло. Не знаю. Посмотрим. Сегодня начну читать. Надеюсь, что будет интересно. Итак, я до сих пор снимаю влог. И сейчас будет распаковка от нас с Васей. Но, наверное, я вас сейчас поставлю на штатив, и мы это всё вместе красивенько попробуем распаковать. Ой, главный помощник. Ой, попа любимая. Да? И так. Прическа у меня, конечно, огонь. Если бы я весь день проходила в крепке. И с кулей. Подарочек. Итак, что купили? Аромат. От Зелинский. Это подарок моего молодого человека. Мне на 8 марта. Мы его с вами попозже распакуем. Ну, может, не распакуем. Две маски. А, три маски, извините. Всё, третья есть. Потом. Я не знаю, как правильно произносится этот бренд, но моя подружка Ира посоветовала вот такую штучку. Это очищающий бальзам с зелёным чаем. Насколько я помню, у неё тоже точно такой же. Я решила купить, попробовать. Сыворотка. Кстати, нужно делать заказ ещё золотого яблока, потому что не всё, что я хотела, было в магазине. С гиалуроновой кислотой. Сыворотка. Тоже корейская. Купила себе свой любимый консилер. Уже это мой третий. От Диваж. Как там, все блогеры? В оттенке 0,2 у меня. Потом. Купили тональный крем. От Influence. И от... В общем, вот так бренд называется. Там не видно будет вам. Пудра. Дальше. У меня тут увлажняющее средство для волос с пробиотиками. Я это средство видела у блогерши, у Маши Зум. Запрещёнки. Она выкладывала, сказала, что очень классно. Я решила тоже купить, попробовать. И последнее. Купили ополаскатель для полости рта с ароматом манго. Мне тоже интересно, Вася. Что тут у нас? Всякие пробнички, как обычно. Ого. Тут четыре пробника даже. И парфюм. Оранж и Сантау. Эссенши парфюм с павлич. Посмотрите на эту картину просто, Вася. Ну, ты как всегда, да? Вася в последнее время очень часто мелькает у меня в видео. В покупках он будет на заднем фоне лежать. И ещё одно видео я снимала с находками стилиста. Он там тоже на заднем фоне лежит. Красивый котик. Мой кот парфюмер, он всегда, когда чувствует духи, начинает облизывать всё все места, на которые они нанесены. И ещё раз. Продолжение следует...